Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Я вас всех приветствую! Сейчас будет онлайн-расклад и тема будет такая. Что он думает после нашей ссоры с ним, да, если вы хотите посмотреть? Что, как мужчина реагирует? Что он думает? Давайте посмотрим. Если вы поругались, если вы поссорились, да, отношения просто сейчас никакие у вас, затишье, молчание. Давайте посмотрим, что он думает после вашей с ним ссоры. Думайте о своем мужчине. Представьте его хорошо, неважно, это любовник, муж, я не знаю, кто угодно. Сейчас расклад будет общий, без вариантов. Подумайте о своем мужчине. И давайте посмотрим, как он видит вашу с ним ссору. Кто виноват, кто прав. Давайте посмотрим. Думайте о своем мужчине. Представьте его очень хорошо. Что он думает после вашей с ним ссоры? Его реакция, его мысли. Итак, смотрим. Что он думает после вашей с ним ссоры? Он думает о том, что нужно начать все заново. Почему нет? Ну, сколько раз уже мы с ней ссоримся? Сколько раз уже мирились? Что первый раз? Нет. Можно начать все заново? Было бы желание. Я хочу написать или позвонить ей. Или, может быть, приехать к ней. Я бы даже хотел, чтобы она это сама сделала. Но пока это только планы мечты. Я пока не готов ей ни писать, ни звонить. Я думаю, что она тоже не готова. Она, наверное, вообще сейчас на данный момент ищет какого-то себе другого, наверное, мужика. Да. Строит из себя такую важную птицу. Да. И очень себя она любит. Ну, хорошо. Ладно. Да. Он думает о том, чтобы приехать к вам. Приехать. Потому что он хочет сгладить все, сгладить все эти острые углы и уже перестать с вами ссориться, потому что вы друг друга не понимаете. Здесь сейчас больше проиграются девочки, кто находится на расстоянии. Это четко. Процентов 70. Все 100%, кто находится на расстоянии девочки, он хочет приехать. Может быть, даже, чтобы вы тоже приехали. К нему не важно. Не суть, кто кому приедет. У него суть увидеться, сблизиться к вам и увидеть вас с глазу на глаз. И с вами поговорить, с вами объясниться, потому что он понимает, что вы как-то не так его поняли. Он не как-то, как-то не так вас там тоже, да, с вами поругался, что-то не то вам сказал. И вы уже сделали из мухи слона. То есть, вот так он это видит. Он хочет с вами примирения. Он хочет сгладить вот эти острые углы. Еще, что он думает после вашей с ним ссоры? Да, что вы там себя накрутили. Что он какой-то, я не знаю, там бабник, женатик, идиот, альфонс. То есть, он про себя думает, что вы из мухи сделали слона. Что вы его недопоняли, да. Он не успел там договорить. Вы его заблокировали, нафиг послали и так далее. И он про себя думает, она накрутила себя. Я не такой. Я, например, там спортсмен, да. Третий разряд по боксу у меня там. Я вообще не пью, не курю, никогда женатый не был. Я хочу ей нормально это объяснить. Она меня не хочет слышать. Она меня везде заблокировала. Она меня не видит, не знать вообще уже. Все. Поставила мне точку, большой крест. А я не хочу этого. Понимаете, как он это все видит? Еще дальше идем. Что он еще думает после вашей с ним ссоры? Да. А я такой хорошенький. Я, вон, видите, качаюсь. Я делаю карьерный рост себе. Я настоящий джигит Кавказский гор. Она это не понимает. Что я хочу четко, твердо жениться сразу, тут же и в горы сразу. Как настоящий мужчина. Она это понимать не хочет. Девочки, здесь мужчина очень высокого о себе мнения. Да, и он считает, она меня недооценила. Она думает, что я маленький карлик какой-то. А я настоящий джигит Кавказский гор под метр два. У меня еще, вон, лошадь своя. Мерседес черного цвета вместе с джипом. Вот. Она меня знать не хочет. Еще. Что он еще думает после вашей с ним ссоры? Да. Все. И знать меня уже. Все. Вычеркнула меня из своей жизни. Она поставила точку. Я чувствую, что будет продолжение. Она поставила точку. Вот, что он думает. Еще. Да. Еще. Да. Еще, еще, еще. Ой, ты, господи. Девочки, здесь мужчина высокого о себе мнения. Высокого. Я не знаю, какого он там высокого роста, невысокого. Еще, что у него там высокое. Не знаю. Но о себе он думает. Но вы посмотрите, какие карты. Император. Солнце. Иеропат. На тебе, детка. Посмотри, какой я крутой. Я не то, что там джигит. Я вообще здесь, понимаете, мечу на президентское кресло. Здесь мужчина очень высокого о себе мнения. Красавчик. Брутальный. Сексуальный. Сейчас я не знаю, как я его сейчас описывать еще буду. С высоким ростом. С голубым цветом глаз. С высокой там должностью, недолжностью. В общем, у него он вообще потрясающий. Такого в мире нет. Там, знаете, смесь Антонио Бандереса с Бреттом Питтом, понимаете, и по молодости с Алленделоном. Там такая смесь просто. Еще с кавказским темпераментом. Вы понимаете, что это такое? Я так думаю. Поэтому здесь мужчина из хорошей семьи, из хорошего рода, где папа, мама, сестры, брат. То есть у него все прям как чики-пуки, так как надо, понимаете, из приличной семьи. А она меня не хочет. Она мне даже высказаться не дала. Сразу меня в блог отправила. А я Ларису Валну хочу. Понимаете? И он думает, что ничего, ничего. Будем ждать, будем ждать. Торопиться не надо. Так, дальше идем еще. Что он еще думает после вашей с ним ссоры? Все. Развод и девичья фамилия. Да, все. Вы его девочки послали нахер, заблокировали. И он здесь выпендривался, выпендривался. И на этом все. Раз, вы обрубили. Вот так вот. И больше ничего. Он так и думает, она больше ничего делать не будет. Она меня любит, я знаю. Понимаете? Он четко знает, что вы его любите. Он так и говорит. И друзья, может быть, там папе, маме, наверное, еще тоже говорят. Он всем говорит. И себе говорит. Она меня любит, я это точно знаю. Я так думаю. Да, ну посмотрим, детка, кто кого. Ты меня или я тебя, да? Еще мы с тобой немножко поругаемся, да? Потягаемся. Письками померимся. Но вы ничего делать не будете. Ничего делать не будете. Он думает, она себе других уже выбирает. Меня она отстранила. Со мной она разбираться не хочет. Она обо мне, не зная меня, уже меня полностью проехалась по мне танком. И уже про меня все знает. А на самом деле она меня не знает. Это он так думает. И она себе уже других мужиков выбирает. Ну хорошо, пусть выбирает. Да. Она себе других мужиков выбирает. Да. Она же такая сильная. Она же с характером, с темпераментом. Такая. Хочет быть круче. Ну-ну. Да. Она мне разбила сердце. Она мне разбила сердце, потому что она хочет меня проучить. Она хочет со мной поиграться. Она хочет меня прогнуть этим самым. Вот что он думает. Ваш мужчина думает, что вы его хотите тем самым прогнуть. Что вы его так дрессируете, над ним издеваетесь. Вы с ним так играете. Да. Вы его так, я не знаю, меняете. Вот что он думает после вашей ссоры. Вы его так, я же говорю. Посмотрите, что вы с ним делаете. Да. Она меня полностью меняет. Она полностью меня убивает. Убивает. О, что делает со мной эта женщина, да. Но он считает, что ничего. Всему свое время. Она все равно будет со мной. Все равно она будет со мной. Мы джигиты просто так не сдаемся. Она все равно будет со мной. Понимаете? Вот он это четко прям знает. Он в этом уверен. Всему свое время. Да. Ничего. Будем ждать. Будем ждать. Торопиться не надо. Торопиться не надо. Четверка Пентакли. Я ее все равно не отпускаю. Не отпущу. Да. Я ее ревную. Девочки, он будет ждать. Он будет ждать. Но он по поводу этой ссоры. Вы сейчас увидели, что я здесь говорила. Так что ждите продолжения. Я не знаю, какое будет продолжение. Скорее всего, следующее видео там все дальше покажет. Но пока на данный момент это то, что я сейчас увидела. Я вас всех люблю. Я, девочки, вас всех обожаю. Вам счастья, удачи, терпение с таким мужчиной. Ну а что делать? А так интереснее, правда, где-то. Зато не скучно. Будьте счастливы. Пусть у вас будет все хорошо. И спасибо, что остаетесь со мной. До скорых встреч. До свидания.